Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя порцию самых важных новостей. Итак, смотри сегодня. КГУ с юбилеем поздравил ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Гости из Китая посетили КФУ. Говорим по-татарски, в Казанском федеральном университете можно выучить язык бесплатно. По случаю 50-летия Казанского государственного энергетического университета прошел праздничный концерт. Поздравить юбиляров с этой круглой датой пришли почетные гости, среди которых и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Подробности в следующем сюжете. Свой 50-летний юбилей отметил Казанский государственный энергетический университет. Перед началом мероприятия почетные гости посетили технопарк университета, а также обновленные музеи и выставочные экспозиции. Основное торжество прошло в актовом зале энергетического университета. Среди важных гостей праздника был премьер-министр Республики Татарстан Алексей Писошин. От имени президента Республики Татарстан Руслама Галевича Мениханова, от имени правительства я хочу пожелать вам всего самого наилучшего, новых успехов, решения всех задач на самом высоком уровне. За этой впечатляющей датой большой, насыщенный, значимый событиями путь. Упорный труд сотен преподавателей, успешная практическая деятельность десятков тысяч выпускников. Ректор КГУ Эдвард Абдулазянов рассказал о развитии университета за последние годы, о сотрудниках, проработавших здесь более 40 лет и поздравил всех присутствующих с праздником. В прошедшие десятилетия совместными усилиями были пройдены впечатляющие шаги. От филиала Московского энергетического института, это самостоятельно научно-образовательное центро современного типа, занимающие свое достойное место, пространство в российской большей школе. 50-летним юбилеем желаю здоровья, счастья и удачи. Участие в мероприятии принял также министр по делам молодежи Республики Татарстан Дамир Фатахов. Среди почетных гостей ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафоров. Я вот от имени университета, расположенного на территории нашей республики, хочу поздравить весь коллектив энергетического университета с этим прекрасным мужским юбилеем. Мы сделали огромный рывок за последние несколько лет. И этим нужно и дорожить, и этим можно сегодня гордиться. Поздравить руководство, сотрудников и студентов энергетического университета пришли ректора и других вузов Казани. Для всех гостей прошло яркое праздничное мероприятие. Анна Глазунова, Леонардо Влетьяров, Универньюз. Делегация Международного образовательного центра Пекин Тяньфу и директора Юго-Западных школ Китая посетили Казанский федеральный университет, чтобы ознакомиться с возможностями КФУ и обсудить возможное сотрудничество в образовательной сфере. 20 сентября в Казанском федеральном университете состоялся вид представителей Международного образовательного центра Пекин Тяньфу и директоров школ Китая. Участие во встрече принял проректор по внешним связям КФУ Ленар Латыпов и проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский. В ходе встречи проректор по внешним связям КФУ подчеркнул общие элементы татарской и китайской культуры, характерной для китайской и татарской музыки и пентатоники, а также представил краткую презентацию о Казанском университете, обозначил приоритетное направление, ознакомый со структурой вуза и китайскими вузами-партнерами. У нас активно развивается сотрудничество с китайскими университетами, потому что, вы знаете, есть программа совместная, принятая у меня в правительстве, что 300 тысяч студентов, это студенты, обмен студентами между Россией и Китаем должно достигнуть буквально в 2020 году 300 тысяч студентов. Международный образовательный центр Пекин Тяньфу занимается российско-китайским направлением в образовании, поэтому в ходе встречи затронули и вопросы возможных форм взаимовыгодного сотрудничества между КФУ и учебными заведениями юго-западной части Китая. Обсуждались вопросы подготовки и обучения китайских студентов в Казанском университете, а также создания программ по обмену для преподавателей. Наше основное направление – это привлечение иностранных партнеров, то есть мы хотим, чтобы технологии знания иностранных вузов и школ приходили в Китай. В ходе визита делегация посетит территорию деревни Универсиада, а также IT-лицей Казанского федерального университета. Диана Шилова, Лев Халиулин, Универньюз. В 2019 году в Казани пройдет чемпионат WorldSkills по профессиональному мастерству среди школьников. Представители организации встретились с директорами школ города. Какие вопросы обсуждались на встрече, узнаете в нашем сюжете. В 165-й школе Казани состоялась встреча исполнительного директора WorldSkills International Дэвида Хоуи с директорами учебных заведений города. Во встрече поучаствовали и директора лицея имени Лобачевского и IT-лицея Казанского федерального университета. В мероприятие принял участие заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Андрей Поминов. На встрече директорам учебных заведений представили проект «Одна школа, одна страна». К нам приезжают в августе участники со всего мира. И есть такая практика, по-моему, порядка шести лет она уже проводится, что участники из стран должны приезжать в определенные школы. То есть страны распределяются между школами, у некоторых школ по несколько стран. И мы организуем для них приветственную программу, рассказываем про нашу культуру, а не про свою. Ну, в общем, интересный такой квест наши ребята уже начинают думать. Чемпионат WorldSkills по профессиональному мастерству пройдет в Казани в августе 2019 года. Участниками чемпионата и проекта являются школьники из разных стран. В январе пройдет неделя подготовки к соревнованиям. За каждой школой будет закреплена команда определенной страны-участницы. В лицеях Казанского федерального университета таких команд будет по три. Одна школа лицея имени Николая Ивановича Лобачевского и три страны – Чили, Эквадор, Тунис. Мы готовимся к этому событию. И сегодня уже в лицее мы начали работу по изучению культуры, истории и современности этих стран. IT-лицей примет представители Аргентины, Ямайки и Пакистана. Артем Тупичкин, Олег Апачаев, Универньюз. Казанский федеральный университет представляет возможность бесплатно выучить татарский язык. С подробностями работы курса вас ознакомит Аделя Шемилова. Любой житель Татарстана, не владеющий татарским языком, обязательно задавался такими вопросами. Как научиться говорить на татарском в короткие сроки? Есть ли спрос на татарский язык? Задумавшись над теми же самыми вопросами, наша съемочная группа постаралась изучить их досконально. И пообщалась с одним из организаторов бесплатных курсов татарского языка в КФУ, которые уже начали свою работу на площадке Казанского федерального университета. Эти курсы проводятся каждый год. Курсы проводятся в рамках госпрограммы Республики Татарстан «Сохранение и развитие родных языков Республики Татарстан». На курсы записались более 800 человек, регистрировались. В организационное собрание участвовало около 500 человек. И вот с понедельника уже эти люди по группам начали изучать татарский язык. Примечательно, что все желающие могут выбрать удобный для них график обучения в утреннее или вечернее время. Занятия будут проходить дважды в неделю. Может попасть любой желающий человек, потому что объявление на курсах висит на нашем сайте. Как уже я говорила, они регистрируются, потом в указанное время приносят свои заявления, уже заполненные вручную, и потом уже начинают ходить на курсы. На курсы ходят и пенсионеры, и школьники, и врачи, и учителя, и научные сотрудники. Как бы, если посмотреть, мониторить профессиональные стороны, на курсах изучают татарский язык люди очень многих профессий. Бесплатные курсы татарского языка продлятся на площадке Казанского федерального до декабря. Уже сейчас организаторы объявляют об открытии электронной записи на следующую группу желающих. Началась запись на курсы следующего года, потому что уже регистрированные и те, которые приносили нам заявления, начали учиться, а новые, которые хотят, они уже начали регистрироваться на будущий год. О подвигах, которые совершила русская кавалеристка, офицер русской императорской армии Надежда Дурова, говорили в Елабужском институте КФУ. В честь ее 235-летия со дня рождения был организован праздничный концерт. Подробнее в сюжете. Студенты Елабужского института КФУ приняли участие в торжественной церемонии, посвященной 235-летию со дня рождения Надежды Дуровой. Почетными гостями мероприятия стали потомки русского офицера, живущей во Франции. Подвигами кавалерист-девицы Надежды Дуровой гордятся все елабужане. Я искренне считаю, что такие мероприятия нужны и важны. И сюда необходимо вводить всех школьников и студентов с образовательной целью. Потому что мы все должны знать и чтить историю собственного города. Мероприятие завершилось возложением цветов и запуском ружейного салюта. Анна Глазунова, Сирена Иванова, Айдар Нурмиев, Универньюз. На этом у меня все. Не забывай смотреть на социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok